Варлам Шаламов. Последний бой майора Пугачева. Читает Павел Беседин. От начала и конца этих событий прошло, должно быть, много времени, ведь месяцы на Крайнем Севере считаются годами. Так велик опыт, человеческий опыт, приобретенный там. В этом признается и государство, увеличивая клады, умножая льготы работникам Севера. В этой стране надежд, а стало быть, стране слухов, догадок, предположений, гипотез, любое событие обрастает легендой раньше, чем доклад, рапорт местного начальника об этом событии успевает доставить на высоких скоростях фельдъегерь в какие-нибудь высшие сферы. Стали говорить, когда заезжий высокий начальник посетовал, что культ работа в лагере хромает на обе ноги, культорг майор Пугачев сказал гостю. Не беспокойтесь, гражданин начальник, мы готовим такой концерт, что вся Колыма о нем заговорит. Можно начать рассказ прямо с донесения врача-хирурга Брауде, командированного из центральной больницы в район военных действий. Можно начать также с письма Яшки Кученя, санитара из заключенных, лежавшего в больнице. Письмо его было написано левой рукой, правое плечо Кученя было прострелено винтовочной пулей на вылет. Или с рассказа доктора Потаниной, которая ничего не видала и ничего не слыхала и была в отъезде, когда произошли неожиданные события. Именно этот отъезд следователь определил как ложное алиби, как преступное бездействие или, как это еще называется на юридическом языке. Аресты 30-х годов были арестами людей случайных. Это были жертвы ложной и страшной теории о разгорающейся классовой борьбе по мере укрепления социализма. У профессоров, портработников, военных, инженеров, крестьян, рабочих, наполнивших тюрьмы того времени до предела, не было за душой ничего положительного, кроме, может быть, личной порядочности, наивности, что ли, словом, таких качеств, которые скорее облегчали, чем затрудняли карающую работу тогдашнего правосудия. Отсутствие единой обменяющей идеи ослабляло моральную стойкость арестантов чрезвычайно. Они не были ни врагами власти, ни государственными преступниками. И, умирая, они так и не поняли, и не могли, почему им надо было умирать. Их самолюбию, их злобе не на что было опереться. И разобщенные, они умирали в белой Колымской пустыне от голода до холода, многочасовой работы, побоев и болезней. Они сразу выучились не заступаться друг за друга, не поддерживать друг друга. К этому и стремилось начальство. Души оставшихся в живых подверглись полному растлению, а тела их не обладали нужными для физической работы качествами. На смену им после войны пароход за пароходом шли репатруированные. Из Италии, Франции, Германии, прямой дорогой на крайний северо-восток. Здесь было много людей с иными навыками, с привычками, приобретенными во время войны. Со смелостью, умением рисковать, веривших только в оружие. Командиры и солдаты, летчики, разведчики, администрация лагерная, привыкшая к ангельскому терпению и рабской покорности троцкистов, немало не беспокоилась и не ждала ничего нового. Новички спрашивали у уцелевших аборигенов, «Почему вы в столовой едите суп и кашу, а хлеб уносите в барак? Почему не есть суп с хлебом, как ест весь мир?» Улыбаясь трещинами голубого рта, показывая вырванные цингой зубы, местные жители отвечали наивным новичкам. «Через две недели каждый из вас поймет и будет делать так же». Как рассказать им, что они никогда еще в жизни не знали настоящего голода? Голода многолетнего, ломающего волю, и нельзя бороться со страстным, охватывающим тебя желанием продлить, возможно, дольше процесс еды в бараке с кружкой горячей, безвкусной, снеговой топленой воды доесть, дососать свою пайку хлеба в величайшем блаженстве. Но не все новички презрительно качали головой и отходили в сторону. Майор Пугачев понимал кое-что и другое. Ему было ясно, что их привезли на смерть, сменить вот этих живых мертвецов. Привезли их осенью, глядя на зиму. Никуда не побежишь, но летом, если и не убежать вовсе, то умереть свободными. И всю зиму плела сеть этого, чуть не единственного за 20 лет, заговора. Пугачев понял, что пережить зиму и после этого бежать могут только те, кто не будет работать на общих работах, в забое. После нескольких недель бригадных трудов никто не побежит никуда. Участники заговора медленно один за другим продвигались в обслугу. Солдатов стал поваром, сам Пугачев культоргом, фельдшер, два бригадира, а былой механик Ивашенко чинил оружие в отряде охраны. Но без конвоя их не выпускали никуда, никого за проволоку. Началась ослепительная колымская весна. Без единого дождя, без ледохода, без пения птиц исчез помаленьку снег, сожженный солнцем. Там, куда лучи солнца не доставали, снег в ущельях, оврагах так и лежал, как слитки серебряной руды, до будущего года. И намеченный день настал. В дверь крошечного помещения вахты у лагерных ворот, в вахты с выходом и внутрь, и наружу лагеря, где по уставу всегда дежурят два надзирателя, постучали. Дежурный зевнул и посмотрел на часы-ходики. Было пять часов утра. Только пять, подумал дежурный. Дежурный откинул крючок и впустил стучавшего. Это был лагерный повар-заключенный солдатов, пришедший за ключами от кладовой с продуктами. Ключи хранились на вахте. И трижды в день повар-солдатов ходил за этими ключами. Потом приносил обратно. Надо было дежурному самому отпирать этот шкаф на кухне. Но дежурный знал, что контролировать повара – безнадежное дело. Никакие замки не помогут, если повар захочет украсть. И доверял ключи повару. Тем более в пять часов утра. Дежурный проработал на Колыме больше десяти лет. Давно получал двойное жалование и тысячи раз давал в руки поварам ключи. «Возьми!» И дежурный взял линейку и склонился графить утреннюю рапортичку. Солдатов зашел за спину дежурного, снял с гвоздя ключ, положил его в карман и схватил дежурного сзади за горло. В ту же минуту дверь отворилась, и на вахту в дверь со стороны лагеря вошел Ивашенко, механик. Ивашенко помог солдату задушить надзирателя и затащить его труп за шкаф. Ноган надзирателя Ивашенко сунул себе в карман. В то окно, что наружу, было видно, как по тропе возвращается второй дежурный. Ивашенко поспешно надел шинель убитого, фуражку, застегнул ремень и сел к столу. Как надзиратель, второй дежурный открыл дверь и шагнул в темную конору вахты. В ту же минуту он был схвачен, задушен и брошен за шкаф. Солдатов надел его одежду. Оружие и военная форма были уже у двоих заговорщиков. Все шло по росписи, по плану майора Пугачева. Внезапно на вахту явилась жена второго надзирателя, тоже за ключами, которые случайно унес муж. Бабу не будем душить, сказал солдатов. Ее связали, затолкали полотенце в рот и положили в угол. Вернулась с работы одна из бригад. Такой случай был предвиден. Конвоир, вошедший на вахту, был сразу безоружен и связан двумя надзирателями. Винтовка попала в руки беглецов. С этой минуты командование принял майор Пугачев. Площадка перед воротами простреливалась с двух угловых караульных вышек, где стояли часовые. Ничего особенного часовые не увидели. Чуть раньше времени построилась на работу бригада. Но кто на севере может сказать, что рано и что поздно? Кажется, чуть раньше, а может быть чуть позже. Бригада, десять человек, с троем по два, двинулась по дороге в забои. Впереди и сзади, в шести метрах от строя, заключенных, как положено по уставу, шагали конвойные в шинелях. Один из них с винтовкой в руках. Часовой с караульной вышки увидел, что бригада свернула с дороги на тропу, которая проходила мимо помещения отряда охраны. Там жили бойцы конвойной службы. Весь отряд в шестьдесят человек. Спальня конвойных была в глубине. А сразу перед дверями было помещение дежурного по отряду и пирамиды с оружием. Дежурный дремал за столом и в полусне увидел, что какой-то конвоир ведет бригаду заключенных по тропе мимо окна охраны. Это, наверное, Черненко. Не узнавая конвоира, подумал дежурный. Обязательно напишу на него рапорт. Дежурный был мастером склочных дел и не упустил бы возможности сделать кому-нибудь пакость на законном основании. Это было его последней мыслью. Дверь распахнулась, в казарму вбежали три солдата, двое бросились к дверям в спальне, а третий застрелил дежурного в упор. За солдатами вбежали арестанты. Все бросились к пирамиде. Винтовки и автоматы были в их руках. Майор Пугачев силой распахнул дверь в спальню казармы. Бойцы еще в белье босые кинулись было к двери, но две автоматные очереди в потолок остановили их. «Ложись!» – скомандовал Пугачев. И солдаты заползли под койки. Автоматчик остался караулить у порога. Бригада неспеша стала переодеваться в военную форму, складывать продукты, запасаться оружием, патронами. Пугачев не велел брать никаких продуктов, кроме галет и шоколада. Зато оружие и патронов было взято сколько можно. Фельдшер повесил через плечо сумку с аптечкой первой помощи. Беглецы почувствовали себя снова солдатами. Перед ними была тайга, но страшнее ли она болотостохода? Они вышли на трассу. На шоссе Пугачев поднял руку и остановил грузовик. «Вылезай!» – он открыл дверцу кабину грузовика. «Да, я! Вылезай!» – тебе говорят. Шофер вылез. За руль сел лейтенант танковых войск Гергадзе. Рядом с ним Пугачев. Беглецы-солдаты влезли в машину, и грузовик помчался. Как будто здесь поворот. Машина завернула на один из бензин весь. Пугачев выругался. Они пошли в тайгу, как ныряют в воду. Исчезли сразу в огромном молчаливом лесу. Справляясь с картой, они не теряли заветного пути к свободе. Шагая прямиком через удивительный здешний бурелом. Деревья на севере умирали лёжа, как люди. Могучие. Корни их были похожи на исполинские когти хищной птицы, вцепившиеся в камень. От этих гигантских когтей вниз к вечной мерзлоте отходили тысячи мелких щупалец отростков. Каждое лето мерзлота чуть отступала, и в каждый вершок оттаившей земли немедленно вползал и укреплялся там коричневый корень щупалец. Деревья здесь достигали зрелости в 300 лет, медленно поднимая своё тяжёлое могучее тело на этих слабых корнях. Поваленные бурей деревья падали навзничь, головами всё в одну сторону, и умирали, лёжа на мягком толстом слое мха, яркого розового или зелёного цвета. Стали устраиваться на ночь. Быстро, привычно. И только Ашот с Малининым никак не могли успокоиться. «Что вы там?» – спросил Пугачёв. «Да вот Ашот мне всё доказывает, что Адама из рая на Цейлон выслали». «Как на Цейлон?» «Так у них Магометан, – говорят, – сказал Ашот. «А ты что, татарин, что ли?» «Я не татарин, жена татарка». «Никогда не слыхал», – сказал Пугачёв, улыбаясь. «Вот-вот, и я никогда не слыхал», – подхватил Малинин. «Ну и спать». Было холодно, и майор Пугачёв проснулся. Солдатов сидел, положив автомат на колени. Весь внимание. Пугачёв лёг на спину, отыскал глазами полярную звезду, любимую звезду пешеходов. Созвездия здесь располагались не так, как в Европе. В России карта звёздного неба была чуть скошенной, и большая медведица отползала к линии горизонта. В тайге было молчаливо, строго. Огромные узловатые лиственницы стояли далеко друг от друга. Лес был полон той тревожной тишины, которую знает каждый охотник. На этот раз Пугачёв был не охотником, а зверем, которого выслеживают. Лесная тишина для него была трижды тревожна. Это была первая его ночь на свободе. Первая вольная ночь после долгих месяцев и лет страшного крёстного пути майора Пугачёва. Он лежал и вспоминал, как началось то, что сейчас раскручивается перед его глазами, как остросюжетный фильм. Будто киноленту всех двенадцати жизней Пугачёв собственной рукой закрутил так, что вместо медленного ежедневного вращения события замелькали со скоростью невероятной. И вот надпись. Конец фильма. Они на свободе. И начало борьбы. Игры. Жизни. Майор Пугачёв вспомнил немецкий лагерь, откуда он бежал в 1944 году. Фронт приближался к городу. Он работал шофёром на грузовике внутри огромного лагеря. На уборке. Он вспомнил, как разогнал грузовик и повалил колючую однорядную проволоку, вырывая наспех поставленные столбы. Выстрелы часовых, крики, бешеная езда по городу в разных направлениях, брошенная машина, дорога ночами или к линии фронта и встреча, допрос в особом отделе, обвинение о шпионаже, приговор 25 лет тюрьмы. Майор Пугачёв вспомнил приезды эмиссаров Власова с его манифестом, приезда к голодным, измученным, истерзанным русским солдатам. От вас ваша власть давно отказалась. Всякий пленный – изменник в глазах вашей власти, говорили власовцы. И показывали московские газеты с приказами, речами. Пленные знали и раньше об этом. Недаром только русским пленным не посылали посылок. Французы, американцы, англичане, пленные всех национальностей получали посылки, письма. У них были землячество, дружба, у русских не было ничего, кроме голода и злобы на все на свете. Не мудрено, что в русскую освободительную армию вступало много заключенных из немецких лагерей военнопленных. Майор Пугачёв не верил власовским офицерам до тех пор, пока сам не добрался до красноармейских частей. Все, что власовцы говорили, было правдой. Он был не нужен власти. Власть его боялась. Потом были вагоны теплушки с решетками конвоем, многодневный путь на Дальний Восток, море, трюм парохода и золотые прииски Крайнего Севера. И голодная зима. Пугачёв приподнялся и сел. Солдатов помахал ему рукой. Именно Солдатову принадлежала честь начать это дело. Хоть он и был одним из последних вовлечённых в заговор. Солдатов не струсил, не растерялся, не продал. Молодец Солдатов. У ног его лежала лётчик-капитан Хрусталёв, судьба которого сходна с Пугачёвской. Подбитый немцами самолёт, плен, голод, побег, трибунал и лагерь. Вот Хрусталёв повернулся боком. Одна щека краснее, чем другая. Належал щёку. С Хрусталёвым с первым несколько месяцев назад заговорил о побеге майор Пугачёв. О том, что лучше смерть, чем арестантская жизнь. Что лучше умереть с оружием в руках, чем уставшим от голода и работы под прикладами, под сапогами конвойных. И Хрусталёв, и майор были людьми дела. И тот ничтожный шанс, ради которого жизнь 12 людей сейчас была поставлена на карту, был обсуждён самым подробным образом. План был в захвате аэродрома, самолёта. Аэродромов было здесь несколько. И вот сейчас они идут к ближайшему аэродрому Тайгой. Хрусталёв и был тот бригадир, за которым беглецы послали после нападения на отряд. Пугачёв не хотел уходить без ближайшего друга. Вон он спит, Хрусталёв, спокойно и крепко. А рядом с ним Ивашенко, оружейный мастер, чинивший революберы, винтовки, охраны. Ивашенко узнал всё нужное для успеха. Где лежит оружие, кто и когда дежурит по отряду, где склады боепитания. Ивашенко, бывший разведчик. Крепко спят. Прижавшись друг к другу, Левицкий и Игнатович. Оба лётчики, товарищи капитана Хрусталёва. Раскинул обе руки танкист Поляков. На спины соседей гиганта Гергадзе и лысого весельчака Ашота, фамилию которого майор сейчас помнить не мог. Положив санитарную сумку под голову, спит Саша Малинин. Лагерный, раньше военный, фельдшер. Собственный фельдшер особой пугачёвской группы. Пугачёв улыбнулся. Каждый, наверное, по-своему представлял себе этот побег. Но в том, что всё шло ладно, в том, что все понимали друг друга с полуслова, Пугачёв видел не только свою правоту. Каждый знал, что события развиваются так, как должно. Есть командир, есть цель. Уверенный командир и трудная цель. Есть оружие, есть свобода. Можно спать спокойным солдатским сном даже в эту пустую бледно-сиреневую полярную ночь со странным бессолнечным светом, как у деревьев нет теней. Он обещал им свободу. Они получили свободу. Он вёл их на смерть. Они не боялись смерти. И никто ведь не выдал, думал Пугачёв, до последнего дня. А побеги знали, конечно. Многие в лагере. Люди подбирались несколько месяцев. Многие, с кем Пугачёв говорил откровенно, отказывались, но никто не побежал на вахту с доносом. Это обстоятельство мирило Пугачёва жизнью. Вот молодцы, вот молодцы, шептал он и улыбался. Поели галет, шоколаду, молча пошли. Чуть заметная тропка вела их. «Медвежья», — сказал Селиванов, сибирский охотник. Пугачёв с Хрусталёвым поднялись на перевал картографической треноги и стали смотреть в бинокль вниз. На две серые полосы — реку и шоссе. Река была как река, а шоссе на большом пространстве в несколько десятков километров было полно грузовиков с людьми. Заключённые, наверное, предположил Хрусталёв. Пугачёв взгляделся. «Нет, это солдаты. Это за нами. Придётся разделиться», — сказал Пугачёв. «Восемь человек пусть ночуют в стогах, а мы вчетвером пройдём по тому ущелью. К утру вернёмся, если всё будет хорошо». Они, минуя под лесок, вошли в русло ручья. Пора назад. Смотри-ка, слишком много. Давай по ручью наверх. Тяжело дыша, они быстро поднимались по руслу ручья. И камни летели вниз, прямо в ноги атакующим, шурша и грохача. Левицкий обернулся, выругался и упал. Пуля попала ему прямо в глаз. Гергадзе остановился у большого камня, повернулся и очередью из автомата остановил поднимающихся по ущелью солдат. Ненадолго автомат его умолк. И стреляла только винтовка. Хрусталёв и майор Пугачёв успели подняться много выше, на самый перевал. «Иди один», сказал Хрусталёву майор. «Подстреляю». Он бил не спеша. Каждого, кто показывался, Хрусталёв вернулся крича. «Идут» и упал. Из-за большого камня выбегали люди. Пугачёв рванулся, выстрелил в бегущих и кинулся с перевала Плоскогорья в узкое русло ручья. На лету он уцепился за ивовую ветку, удержался и отполз в сторону. Камни, задетые им в падении, грохотали, не долетев ещё донизу. Он шёл тайгой, без дороги, пока не обессилел. А над лесной поляной поднялось солнце, и тем, кто прятался в стогах, были хорошо видны фигуры людей в военной форме, со всех сторон поляня. Со всех сторон. «Конец, что ли?» сказал Ивашенко и толкнул Хачатуряна локтем. «Зачем конец?» сказал Айшот, прицеливаясь. Щёлкнул винтовочный выстрел, упал солдат на тропе. Точа же со всех сторон открылась стрельба по стогам. Солдаты по команде бросились по болоту к стогам, затрещали выстрелы, раздались стоны. Атака была отбита. Несколько раненых лежали в болотных кочках. Санитар! «Ползи!» распорядился какой-то начальник. Из больницы предусмотрительно был взят санитар. Из заключённых Яшко Кучинь, житель Западной Белоруссии, ни слова не говоря, арестант Кучинь пополз к раненому, размахивая санитарной сумкой. Пуля, попавшая в плечо, остановила Кучиня на полдороге. Выскочил, не боясь, начальник отряда охраны. Того самого отряда, который разоружили беглецы. Он кричал «Эй, Ивашенко, солдатов, Пугачёв, сдавайтесь, вы окружены, вам некуда деться!» «Иди, принимай оружие!» закричал Ивашенко из тога. И Бабылёв, начальник охраны, побежал, хлюпая по болоту к стогам. Когда он пробежал половину тропы, щёлкнул выстрел Ивашенко. Пуля попала Бабылёву прямо в лоб. «Молодчик!» подхвалил товарища солдатов. «Молодец!» «Начальник ведь оттого такой храбрый, что ему всё равно. Его за наш побег или расстреляют, или срок дадут. Ну, держись!» Отовсюду стреляли. Затакали привезённые пулемёты. Солдатов почувствовал, как обожгло ему обе ноги. Как ткнулось в его плечо голова убитого Ивашенко. Другой стог молчал. С десяток трупов лежало в болоте. Солдатов стрелял, пока что не ударило его по голове, и он потерял сознание. Николай Сергеевич Бороде, старший хирург большой больницы, телефонным распоряжением, генерал-майора Артемьева, одного из четырёх колымских генералов, начальника охраны всего колымского лагеря, был внезапно вызван посёлок. Личан вместе с двумя фельдшерами, перевязочным материалом и инструментом, как говорилось в телефонограмме, Брауде, не гадая понапрасну, быстро собрался и полуторатонный, видавший виды грузовик, двинулся в указанном направлении. На шоссе больничную машину беспрерывно обгоняли мощные студобекеры, гружённые вооружёнными солдатами, надо было сделать всего 40 километров. Но из-за частых остановок, из-за скопления машин, где-то впереди, из-за беспрерывных проверок документов, Брауде добрался до цели только через три часа. Генерал-майор Артемьев ждал хирурга в квартире местного начальника лагеря. Брауде и Артемьев были старые колымчане, и судьба их сводила вместе уже не один раз. «Что тут, война, что ли?» спросил Брауде у генерала, когда они поздоровались. «Война не война, а в первом сражении 28 убитых, а раненых посмотрите сами». И пока Брауде умывался из рукомойника, привешенного у двери, генерал рассказал ему о побеге. «А вы», сказал Брауде, закуривая, «вызвали бы самолет, что ли, две-три экскадрильи и бомбили, бомбили, или прямо атомной бомбой». «Вам все смешки», сказал генерал-майор, «а я без всяких шуток жду приказа, да еще хорошо уволиться за охраны, а то ведь с преданием суду всякое бывало». Да, Брауде знал, что всякое бывало. Несколько лет назад 3000 человек были посланы зимой пешком в один из портов, где склады на берегу были уничтожены бурей. Пока этап шел, из 3000 человек в живых осталось человек 300, и заместитель начальника управления, подписавший распоряжение о выходе этапа, был принесен в жертву и отдан под суд. Брауде с фельдшерами до вечера извлекал пули, ампутировал, перевязывал. Раненые были только столько солдат и охраны, ни одного беглеца среди них не было. На другой день к вечеру привезли опять раненых. Окруженные офицерами охраны два солдата принесли носилки с первым и единственным беглецом, которого увидел Брауде. Беглец был в военной форме и отличался от солдат только небритостью. У него были огнестрельные переломы обеих голеней, огнестрельный перелом левого плеча, рана головы с повреждением теменевой кости. Беглец был без сознания. Брауде указал на дверь и оказал ему первую помощь. И по приказу Артемьева вместе с конвоирами повез раненого к себе в большую больницу, где были надлежащие условия для серьезной операции. Все было кончено. Невдалеке стоял военный грузовик, покрытый брезентом. Там были сложены тела убитых беглецов и рядом вторая машина с телами убитых солдат. Можно было распустить армию по домам после этой победы, но еще много дней грузовики с солдатами разъезжали взад и вперед по всем участкам 200-тысячного километрового шоссе. 12-го майора Пугачева не было. Солдатова долго лечили и вылечили, чтобы расстрелять. Впрочем, это был единственный смертный приговор из 60-ти. Из 60-ти такое количество друзей и знакомых беглецов угодило под трибунал. Начальник местного лагеря получил 10 лет. Начальница санитарной части доктора Потанина по суду была оправдана и едва закончился процесс, она переменила место работы. Генерал-майор Артемьев как в воду глядел, он был снят с работы, уволен со службы в охране. Пугачев с трудом сполз в узкую горловину пещеры. Это была медвежья берлога, зимняя квартира зверя, который давно уже вышел и бродил по тайге. На стенах пещеры и на камнях ее дна попадались медвежьи волоски. Вот так скоро все кончилось, думал Пугачев, приведут собак и найдут, и возьмут. И, лежа в пещере, он вспомнил свою жизнь, трудную мужскую жизнь, жизнь, которая окончается сейчас на медвежной таежной тропе. Вспомнил людей, всех, кого он уважал, любил, начиная собственной матери, вспомнил школьную учительницу Марию Ивановну, которая ходила в какой-то ватной кофте, покрытой рыжим вытертым черным бархатом, и много, много людей еще. С кем сводила его судьба, припомнил он. Но лучше всех, достойнее всех, были его одиннадцать умерших товарищей. Никто из тех других людей его жизни не перенес так много разочарований, обмана, лжи. И в этом северном аду они нашли в себе силы поверить в него, Пугачева, и протянуть руки к свободе, и в бою умереть. Да, это были лучшие люди его жизни. Пугачев сорвал бруснику, которая кустилась на камне, у самого входа в пещеру. Сизая, морщинистая, прошлогодняя ягода лопнула в пальцах у него, и он облизал пальцы. Перезревшая ягода была безвкусна, как снеговая вода. Ягодная кожица пристала к иссохшему языку. Да, это были лучшие люди, и Ашота фамилию он знал теперь Хачатурян. Майор Пугачев припомнил их всех одного за другим и улыбнулся каждому. Затем вложил в рот дуло пистолета и последний раз в жизни выстрелил.